Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Значит, ансамбль «Экспромт» Алексей Сенин – лучшая гитара современности Дмитрий Ли – контрабас Игорь Игнатов – барабаны Профессор консерватории Анатолий Шаров Он играет на всем Но не буду перечислять инструменты Вы сами все увидите и услышите Итак, мы начинаем Я расскажу буквально немного О Леониде Павловиче Симакове Потому что в процессе программы Я также буду возвращаться К каким-то фактам из его жизни и биографии Леонид Симаков родился в 1941 году В Вологодской области Как я уже сказал, он по образованию своему Так сказать, высшему образованию Он театральный режиссер Работал во многих театрах Советского Союза еще И во Владимире, и в Томске, и в Красноярске, и в Ленинграде В 70-е годы работал артистом Московского театра на Таганке В 72-м году вынужден был По здоровью покинуть театральную сцену И много путешествовал Работал, так сказать, был в разных апостасях Песни начал писать с 1968 года Как это было конкретно Я, так сказать, в одном месте программы Вам расскажу Это забавная история И, собственно говоря, в 85-м году Я познакомился с Леонидом Павловичем Симаковым Я тогда участвовал в творческом коллективе Который назывался «Мышеловка» И мы познакомились в одном сборном концерте И как-то так получилось, что это знакомство Переросло в творческую дружбу Мы вместе с Леонидом Павловичем Репетировали его произведения Успели немного Потому что, в общем-то, наши взаимоотношения Были не слишком частыми И длились они всего три года С 1985 по 1988 У нас была программа с мышеловкой Большая программа Тоже с разными произведениями И было там несколько песен Леонида Симакова Формат наших, так сказать, выступлений был таким Когда Леонид Павлович сам выходил на сцену Ансамбль ему аккомпанировал В случаях, когда его не было По каким-то причинам Вот эти песни исполнял я Ну и так уж получилось, что Уже вот в последние годы Я решил доделать то, что мы не успели Сделать до 1988 года И вот, собственно, первый альбом Который мы выпустили Он как раз состоял И состоит из песен Леонида Симакова Итак, спасибо вам, что вы пришли Добро пожаловать на наш концерт Мы начинаем Я тут приготовил еще один видеоролик Он сейчас пойдет под первую песню Извините Леонид Павлович жил в Москве Очень любил этот город Очень любил ходить по различным местам этого города У него есть несколько стихотворений на эту тему Первая песня, которую мы исполним Называется Не скучный сад Из темного лесного далека Где под Москвой Ежится плечами Стать Волгой Не спеши Москва-река На грани Новодевичьей печали В болоте Стали деревни Лужники Кормились Новодевичьи Монашки В итоге Лужниковы Мужики Пронили жем Сахарские Замашки Не уступая Лиственным Лесам Медили зале Перед Покровами Воистину Хорош Не скучный сад Внеистова По гробам Покрывали Москва-река Туманится Чуть-чуть, осёдланная ловкими мостами, Пожизненная река москвичу Обладевать неслушными местами. В искушном нет примет, что гора нет. Там подозрений нет, что бога нету. Там чудом сохранившийся корнет Выгуливает смольную студентку, Понравится смолянке старику. По-прежнему захочется ей воду, А ветер хлещет, а листья милекут. С безумием и сухого вангога В нескучном поведении рогу сут. Влюбленные вовек скучать не смели За всё, что летом делалось в саду. Деревья стало стыдно, покраснели Не скучны, не скучают вдоль реки Напраслевут, трещат зародник дуры Ни скучный сад не смог не перейти В центральный парк сегодняшней культуры. Субтитры создавал DimaTorzok В биографии Леонида Симакова Был такой эпизод, он оказался среди цыган, жил цыганским табором. Ну, было это недолго, но тем не менее За то время, пока это происходило, он там услышал одну легенду Историю о любви И я не буду, пожалуй, пересказывать эту историю Но комментировал сам Леонид Павлович это так Перед исполнением этой песни он говорил «Леденящая душа, цыганская легенда» Но она действительно «Леденящая душа», а песня так и называется «Цыганская легенда» Мы её немножко перекосячили, так сказать, на свой манер Но, надеюсь, вам это понравится Сейчас мы Все готовы Ночью ароманную От судьбы в награду В полюбилась, мать моя, Поле конакраду Она в слезы он гем Work mom Замерла попойно Дождалась, пока заснет И зерб OBMA по горку Тайна эта целиком «Калман так нету» Не родился я, цыганком в крепку По секрету Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй И медведьми я шагу, мне и днём ночью Босиком по большаку, хочется нет мочи Босиком-то по росте, думать повалкаю Я нисколько не осел и не осетаю Запад ёб, крап, коня, граждане, простите То ли связывайте меня, то ли отпустите Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Я увижу на яру, купол балагана Я набираюсь в гостру товарным цыганам Флягу белого вина запущу по кругу Пусть покажет мне она, не друга и друга Фляга выпьется до дна, языки отдают у вина Одна вина вечно не хватает Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Я найду по блеску глаз ту, который нужен Захочу я в первый раз стать не первым мужем Мне затеет ворожить вдовушка чалела Моё сердце ворожить всё, что отшумела Мы в обнимку повредём, по ржаному полю Мы на воле обретём, но в уютный полю Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Я крутил нас тайком, да уж кин папаша И свой шрам под кадетон не взначай покажет Ты признайся, старый ром, ты скажи нам и власть Уж не в поле ли серфон, тебе обломилась Здесь всех горькая печаль, горло-канократа Как и знал, так не венчал он сестру и брата Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй С тройком, муж с женой, плагали прощались Не ласкать мне больше жён, от судьбы не скрыться Я навек заморожён, вдолушка и сестрицей Полюбил, ребята, я дочку-канократа Ночью ароматною, от судьбы к награду Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Итак, у Ульяна Павловича были песни, произведения, он их называл «Зомби» Он их писал к тем или иным постановкам театральным, в которых он участвовал, которые он ставил Одно из произведений – это литературная классика Вы, конечно, помните Фому Гордеева, потомственного купца Горьковского Персонаж Максима Горького из одноимённого произведения Потомственный купец, который, в общем, отказался от всего в поисках какой-то истины Ну вот, песня так и называется, монолог Фома Гордеева Тут даже есть у меня цитата, я её зачитаю «Вот жил я, жил», – говорил Фома глухим голосом «Смотрел, нарвалул у меня в сердце, и вот прорвался нарыв Теперь я обессилел будто совсем Пойду в трактир, скажу, к цыганам, да напьюсь» Итак, монолог Фомы Гордеева Как похмелье ждёт вина Как земля ждёт ревета Ждёт гитарная струна Моего в купле Струн тугую Идиот, да натянуть бы, да до крови Да пластом бы на праву Да позвать бы доктора Доктор, брат мой, во Христе А мне тебя ли надо, да надо Да на перьёзовом кресте Раны, как награды Задуманилась, не зни, берегись рассудок Воспалённые мозги Вредят самосудом На скандальную могу Разменяться, что ли Да я ли первый нервы рву Шепеля в истории Верить в Бога Нету сил А в себя не верится От пророков на Руси Кладбище шевелится Жить бы до подлых не дразнить Но судьба химера Самого себя гаснить Просит для примера Мысли наши, топоры Плаки наши, души Плаки глухие, топоры Топоры послушны Мыслим с душами порой Ой, не разобраться, братцы Промеж плаки с топором Лучше бы не соваться Эх, жизнь Моя жизнь Ты моя, медовая Крепче за уши держись Голова медовая Аплодисменты Аплодисменты Песня, с которой мы начинали Репертуар Леонида Симакова Этим она и запомнилась Этим она нам и дорога Песня называется Кому что снится Я вспомню такой эпизод На первой репетиции Тогда не было современных Электронных музыкальных средств Вот, и у нас был обычный банальный метроном Знаете, такой вот Вот, мы гирьку подкручивали То вверх, то вниз Меняя, так сказать, частоту ритма И выбирали нужный ритм Я это очень хорошо запомнил Потом Леонид Павлович сказал Слушай, что-то я устал Вот, ему это казалось Не слишком творческим процессом Он говорит, попой пока сам Вот, вот такая вот твоя история И песня называется Кому что снится Толь Толич поменял инструмент Снятся лошади, сатиновые травы Золотистые овсяные дожди Жеребенок гниет, заведавшие правы Ржет грустительно Маманя, погоди Скоро кончится сатиновое поле Не тревожься, жеребенок Догоняй Через три-четыре сотни водопоя Станешь ты Вполне похожим на коня Снятся девочкам мальчишки Лоботрясы За бияги, за даваки Три-почи Снятся девочкам Неточенные лясы Те, которые так хочется точить А кабы видеть, кабы ведать Кабы знать бы Где тот принц, который в сказку позовет Снятся девочкам Обещанные свадьбы На которых все на свете заживет Снится птицам, что ничто их не пугает Что не надо птицам прятаться, дрожать Снится птицам, что орлы и попугаи Ты не моя, заведче птицам подражай Снится птицам, будто птицам надоела Перелетная пустая суета Снится птицам, что в России потеплела И не надо никуда Перелетать Снится птицам, что орлы и попугаи Черпотребная обрызла полоса Быть штанами паруси не некрасиво Паруси не надо вырыть на парусах Так заволочимся от яростей белея И да здравствует хмельная высота Лучше сгинуть белым парусом на рейях Чем досталости таскаться назад Лучше сгинуть белым парусом на рейях Чем досталости таскаться назад Песня называется «Вальс Буриме» Ну что такое «Буриме» никому объяснять не надо Мы же все интеллигентные люди, да? Вот мы поиграем сейчас с вами в «Буриме» Заранее написанная Леонидом Павловичем Симаком Песня называется «Вальс Буриме» Зачем жилье? Прийти и ночевать Зачем жуй ее? Беги корчевать Зачем стерня? Пандорхат полей Зачем ступня? Шагай и не жалей Зачем ментай в рюксаках? Уходим, не ждем Зачем витаем в облаках Чтоб выпасть дождем Зачем тебя я про меня Мечту на жену Теперь все скажут про меня Не чту Не чту Не чту Не чту Не чту Зачем 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 Порем Что Орежкой Угнись Зачем Побрем Не мешкать Вернись Зачем Зачем Вокзал Фортуну Ловить Зачем Плавзал Попутал Любить Зачем Носили Экипера На Гибель Врагу Зачем Косили Хлебера Любили Рагу Зачем Я царский Свой лицей Обрел Сорока Когда Морщиной На лице Дается Строка Зачем Зачем Рега Зачем Рега Чтоб Рыбка Была Зачем Рука Чтоб Гладить Могла Зачем Молва Гимнастика Губ Зачем Мольба Мол Боги Не лгут Зачем Так Хочется Успеть Пропеть И Не Проспать Чтоб На Ораньковской Тропе Травой Прорастать Чтоб Через Капельку Росы Попасть В салоя И Затерут Ко мне Носы Мои Сыновья Зачем 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 Стесняемся Старик Зачем Стараемся Сгореть Зачем Кусаются Клопы Зачем Красавицы Глупы Зачем Казенная Шинель Иначе Пахнет Чем Шанель Зачем Положизни На Мекре Чтоб Не Замучила Мекре Зачем Зачем один из сонетов Леонида Симакова. У него написан венок сонетов. Это сонет номер девять. Сейчас включу. Благословенно свойство сострадать. Оно не из церковного прихода, оно на смену зрелости приходит, как поздняя осенняя страда. Оно приходит, как уходит страсть. Оно приходит, как проходит зрелость. У старости есть маленькая прелесть. Ее никто не зарится украсть. За все, что было, хмурясь от стыда, не веря в свою собственную старость, чужую вековалую усталость. Благословляйте, дамы и господа. Следующая песня называется «Кукушка». Ну что, кукушка, ты раскуковалась, не ворон я, к чему мне столько жизнь. Тебе, видать, по птичьи показалось, что жизнью стал я слишком дорожить, что стал я в жизни меньше куролесить, что стал я на кукушек уповать, что стал стареть я от неспетых песен. Ну, перестань, кукушка, куковать. Кукуешь ты без устали все лето, бывают же на свете чудеса. Мужского рода вроде вас и нету, а водитесь почти во всех лесах. У вас, кукушек, непростые судьбы, вы дерзко продолжаете свой урок. Но люди в этом теле вам не судимы, с детьми у нас чёрт не разберёт. Ещё бы мне, кукушечка, хотелось На мамины поминки не спешить, Чтоб до 100 лет ей плакалась и пелось, Чтоб до 100 лет ей пожелалось жить, Чтобы мои черёхи родные Давали шпаны теркового вина, Чтобы и присно, и вовек, и ныне Не жгла мою черёху война. Кукуй, кукушка, можно ли, нельзя ли, Веди со смертью свой нехитрый бой. А человек поделится с друзьями Богатством над укоманным тобой. Не обещай столетия злодея, Смотри, чтобы достойным повезло. На радость нашим женщинам и детям Кукуй, кукушка, всем смертям на зло. На счастье нам на этом белом свете Кукуй, кукушка, всем смертям на зло. Кукуй, кукушка, всем смертям на зло. Кукушка, всем смертям на зло. Смопово, кое-что новенькое у нас. Вот. И песня, которую мы сейчас хотим вам показать, Это новая песня. Автор Евгений Клящен. Ну, каждый из присутствующих наверняка хоть раз в жизни гадал на ромашке. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Песня называется «Гадание». Сейчас. Эту песню мы быстро отдали. В том смысле, что я никак не мог найти, на чем-то мне здесь еще выпендрится. А вот Георгий Заргисович взял и сказал, что мы играли на ромашке. Да, так и было. Вообще, я ожидал больше аплодисментов. Да, друзья. Анатолий Анатольевич все время пытается ввести, так сказать, новые инструменты. То давай я на банджо сыграю, то еще на чем-нибудь. Но мы все-таки стараемся держать его в рамках. Пока что это духовая гармоника, скрипка, альт и так далее. Итак, песня Евгения Крячкина «Гадание». Ну, разумеется, как и все остальные произведения, она прозвучит в нашей оригинальной редакции. Живой цветок охвачен мертвым хрусталет, И пальцы сходятся на нем. Вот та ромашка, что лежит в твоей руке, И капля малая дрожит на лепестке. То ли роса, то ли слеза, не разберешь, И только видишь эту дрожь. Нет, ни на женщину гадать, ни на нее, Сыпь лепестки, молясь о здоровье своем. Да вот в чем штука, ни один не погубить, Когда в итоге быть не быть. Салют незнанию спасающим у нас, Когда отчаяние приходит в поздний час, Когда опять хмельная чаша под рукой Уже не дарит нам покоя. Не покидай меня, надежда, до конца, Не отводи глаза от мокрого лица. В мою ладонь легко крыло своем вложи, И дай мне силы дальше жить. Дай жить по-прежнему, Не бедая черты, Той, за которую не слоятся мосты, Ты, где перевозчик тих, И не плеснет вода, Черты с названием, когда. И если завтрашним последним будет шаг, Пусть прежде тело, А потом умрет душа, Не уходи, надежда, Лучше обмани, Никто во лжи не обвинит. Оставь, дружок, Свою ромашу в хрустале, На светлом праздничном столе Конца не будет, Будет вечно длиться мир, Как вечно будет этот мир. Ну, этой вот песенкой гадания Мы открыли такую маленькую страничку Песен о любви, Роман с Леонида Симаковым, Называется он «В ночи на покрова». Ну, это даже из времен года, Но все-таки о любви. Была пуста, А вранцевская дача, Был листопад в ночи на покровах, Была тоска и нежность, и удача. Был я не прав, а жизнь была права. На вас была осенняя надежда, И капюшон, и в глине сапоги. Вы невзначай мне удали надежду, Я одурманил вас, а сам погиб. Я одурманил вас, а сам погиб. И было все особого значения, И рафинал, и хлеб, и крепкий чай, И в бочке счастья ложечкой мучения Был поцелуй, опять же невзначай. Я не искал себе иного места, Чем замереть рабом у ваших ног. Вы были столь пленительный мой деспот, Что видит Бог, сберечь я вас не мог. Нас утешали клятвы и обеты, Нас утомляло пьяное вино. Нам заплетали дихие рассветы, Горячих рук затейливый вино. Мы с юных лет до самой, до могилы Несем в себе надежды на успех. Разворота нет, есть милая и милый Любовный храм, убежище для всех. Любовный храм, убежище для всех. Любовный храм, убежище для всех. Нет от любви ни брони, ни броней. Дай Бог любви, еще не полюбившим Всех, кто любил, спаси и сохрани. Была свеча, был шорох листопада Старинным пледом вас я укрываю Мне не забыть ни привкуса помады Ни вкуса слез в ночи на покровах 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 Открыв страничку о любви Нам бы хотелось показать свою песню Нашу песню Песня называется «Птица Алая» Она тоже о любви И в этой программе хотелось бы исполнить ее Ни вкуса слез в ночи на покровах Снова думаю о тебе Птица Алая по воде К романтической ерунде привыкаю Сладких радостей горький вкус Капля катится, я вернусь То ли радость, а то ли грусть тихо тает Сладких радостей горький вкус Капля катится, я вернусь То ли радость, а то ли грусть тихо тает Ангел мечется в кабаке И простой, тихо спросишь А как жесток Вальс собачий одной рукой на фортепьяна Что случилось, скажи-ка, друг Что замкнуло веселье, друг Кто здесь нет, друг, и кто здесь друг Тихо каюсь Задохнулись все окна, а Платье брошено, а Сигареткою зеркало отражаюсь Сочиняем роман простой Мысли грешные на постой И по сердцу тропа пустой Тихо качает Мне бы снова с себя начать Хватит места по кровь качать Помолчать бы и не кричать Духу хватит Разговоров цветная спись И досины пожухлый лист Птица морских куда-то ввысь Взмыла стая Снова думаю о тебе Птица алая по воде К романтической ерунде привыкаю Снова думаю о тебе Свет расходится по воде Словно крыльями по судьбе Улетаю 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 Виталий Браво Спасибо 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 Я хочу сегодня первый раз Слушай, я не исполнялся сцены Эта песня Эта песня Леонида Симакова Это романс Тоже романс Всю жизнь из глины представлений Я был готов тебя лепить Чтобы, наконец, юнцом столетним Тебя любить, тебя любить Любви, не знал несправедливость Жил несусветно, не любя Ах, жизнь моя, зачем ты длилась? Столь много весен без тебя Я не ходу по женской части Любил любить издалека Меня в капкан земного счастья Ты завлекла, ты завлекла Любовь, когда разлука подвиг Когда рассудок в кандалах Когда непостижимый облей Околдовал, околдовал Возможно, музы нас покинули Мы вывод сделаем такой С тобой, мой друг, земной богиней Тягаться музом нелегко Не уповая на бессмертие В долгу смерти нам не быть Друг друга на этом свете Не разлюбить, не разлюбить Не избежать мирской юдоли Наступит время обдавить Смоги, мой ангел, вдовью долю Преодолеть, преодолеть В сороковинный теплый вечер Приди к нехитрому кресту Я не стремясь к тебе навстречу Хоть лопухом да прорастут Я не дам Плавно переходим к страничке Времена года Песня «Осенний мальс» В общем, не сезонная песня, но я думаю, мы уже соскучились по золотой осени, попробуем вспомнить ее так, в виде песни. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я, как вы знаете из афиши, в том числе в ритме «Бодрого Канкана», по-моему, вот в этом самом ритме мы двигаемся, потому что мы уже практически подходим к концу нашего первого отделения. Ну и вот в рубрике «Времена года и о любви», в такой смешанной рубрике, мы хотим спеть песню «Метелица». У вас все хорошо? Не мерещись девица Не мани отрадами Не мешай надеяться маме на меня Грудь моя денется Родными наградами Иди меня, мальчоночку Ты драла за челочку Ты драла за челочку Будучи Был я будто будущий Вашей мамой 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 Свадьбы надо быть, свадьбы в кровь. На заде на розовой березе березовой, На морозе мерзли бы камень и любовь. Как бы да была луна, знала бы луна одна, Почему не холодно было у сосны. Как бы не метелица, нам бы не осмелиться, Николадьбы девицы, где-то до весны. Как бы не метелица, нам бы не осмелиться, Николадьбы девицы в девках до весны. Как бы не метелица, нам бы не осмелиться, Николадьбы девицы в девках до весны. Как бы не осмелиться, нам бы не осмелиться, Николадьбы девицы в девках до весны. На втором отделении было бы чуть-чуть потише. Ну, давайте вот 10 минут перерыв. Ладно? Спасибо. Это ни в коем случае не упрек. Большое спасибо.